Является ли ваше желание вступить в праг? Взаимным, искренним и свободным. Прошу ответить вас, невесты? Да! Прошу ответить вас, женихи? Да! Женихи и невесты сегодня в ЗАГСе Кустаная были весьма удивлены тем, что жениться они будут вот так все вместе, 15 пар одновременно. Но никого это сильно не опечалило. Особенный день, день создания семьи, к примеру, для Дины и Дамира Мухамеджановых, стал еще запоминающимся. Мы вначале хотели в марте, потом в начале апреля, и вспомнили, что 15 апреля – это день влюбленных у нас в Казахстане. И решили остановиться на этом дне. Очень символично, и так удачно сложилось, что ЗАГС решил провести открытую торжественную церемонию. Мы очень рады. В Казахстане в качестве альтернативы международному празднику всех влюбленных к Дню Святого Валентина, который отмечается 14 февраля, была предложена своя дата – 15 апреля, посвященная легендарным Козы-Корпеш и Баян-Сулу. И сегодня в местном ЗАГСе решили провести его для молодых людей необычно. Тем более, что время жестких пандемийных ограничений уже прошло. Есть влюбленный праздник в феврале месяце, но это уже как идет, уже как-то в прошлом. И в этом году действительно, в 14 февраля, это был день влюбленных, молодых пар очень было меньше. Именно вот сейчас, или с весной связаны, действительно приятно о том, что совпалось именно это с пятницей, что на сегодняшний день 20 пар сегодня подали заявление. Вот таким образом решили торжественно вручить эти документы. Марина и Николай Павлинич вместе уже два года. Говорят, в брак решили вступить осознанно. И ремонт сделали вместе, и в порядок привели двор дома. О том, что семью создают казахстанский день влюбленных, не знали. Но думают, что это только к хорошему. Про легенду помним, но совсем немного, что это были двое влюбленных, что их хотели разлучить, и они погибли во имя своей любви. Но, к сожалению, мы не знали, что у нас в Казахстане такой праздник вообще есть, и не подгадывали именно под эту дату, что у нас будет наш день сегодня. Так получилось. Праздник всех влюбленных в Кустанаево так одновременно зарегистрировали свои браки 15 пар. Еще пять решили сделать это в традиционном формате. Как отмечают в ЗАГСе, они очень надеются, что все созданные семьи окажутся долгими и счастливыми. Ведь история любви и верности казыкар-пеши-баян смогла пройти сквозь столетия. И, возможно, станет и для этих молодых людей образцом искренних отношений. Хамзан Арпиисов и Татьяна Калюжная, РТН.